Доброе утро! Всем еще раз здравствуйте! Меня зовут Дарья Легкая и мы начинаем наше гостевое включение. С 3 по 12 февраля по всему Казахстану проходит декада под названием самопознание, педагогика, любви и творчества. И сегодня у нас в гостях ученики одной из школ, в которых тоже будет проходить большое количество мероприятий, посвященных этому декаднику. Итак, встречайте Серегбай Мирей и Мустафаев Нурлыбек. Это ученики 11 класса специализированной школы-интернат имени Ибрая Алтенсарина. Доброе утро! Доброе утро и вам! Ребята, у вас, как я понимаю, именно сегодня стартуют первые мероприятия, посвященные этому декаднику, так? Что будет сегодня, во сколько начнется и какое мероприятие вообще будет, как оно называется? Вообще этот декад называется самопознание, педагогика, любви и согласие. И также пройдет, получается, линейка, где соберутся все ученики нашей школы и будут оглашаться все мероприятия, которые пройдут по всей этой неделе. Это будут открытые уроки, созыв с родителей, а также всякие творческие конкурсы. Нурлыбек, скажите, пожалуйста, кто стал инициатором проведения этого декадника? Кто стал идейным вдохновителем? Вообще разработчик этого предмета, как самопознание, является Сара Алпасана Назарбаева. Она, получается, вдохновитель этого декадника, и этот декадник приурочен к ее дню рождения, 12 февраля. И вообще идея этого проекта была возрождение духовно-нравственных принципов в современном обществе и прививание ее к детям школьного возраста. Вообще у нас в школе познание себя – это очень развитое дело. У нас в школе работают 8 как творческих кружков, так и 8 спортивных кружков. И вот на протяжении всей недели у нас будут проводиться всякие выставки, рисунков, картин, всякие музыкальные творческие конкурсы. И это все приурочено к неделе этого десантника «Педагогика любви и творчества». Как я понимаю, вы и ваша школа заранее готовились к этому декаднику, потому что план мероприятия действительно мощный. Вот так вот за неделю организовать точно было бы очень сложно. Скажите, как проходила подготовка и какие инициативные группы среди учащихся, среди педагогов участвовали в этой подготовке? Так как это общенациональная декада, и она проходит одновременно со всей республикой, у нас вообще имеются разные кружки. Есть кружок рисования, есть кружок самопознания, есть кружок против антикоррупции, а также есть благотворительный кружок, клуб, благотворительный клуб. И получается, я бы не сказала, что мы специально готовились к этой декаде, вообще, потому что наш кружок, в принципе, сам на весь месяц планирует все эти мероприятия. Получается, это было не специально. То есть занимаетесь весь год, а потом уже в форме отчета это все показывается, да? Я не скажу то, что для нашей школы это какое-то трудное мероприятие, потому что в нашей школе есть много одаренных учеников. Вы привыкли к такому формату, к такому режиму мероприятий. Они с легкостью могут организовать все эти конкурсы и творческие эти олимпиады, мероприятия. Это для нас как расплюнуть. А кто из педагогов отвечает за эти мероприятия? Кто вам помогает готовиться к ним? Получается, у нас есть зауч Ахмарова Нурбековна. Она всегда помогает как и ученикам, как и педагогам, кто ответственен за это. Особенно по мероприятиям устраиваниям. Да, получается, внешкольная жизнь, когда идут какие-то мероприятия или конкурса, она всегда ответственна за это и смотрит прохождение этого конкурса. А также наша учитель самопознания Гульмира Ауэзовна. Она у нас ведет уроки самопознания. А также она отвечает за внешкольную деятельность, а также внутришкольную. Выстраивает всякие собрания для родителей и читает лекции о важности роли матери в семье, в воспитании и родителей в общем-в общем. Скажите, вот сам предмет самопознания, насколько он для вас, как для подрастающего поколения, действительно актуальный, нужный и интересный? Вообще девиз самого урока, самопознания является «Познай себя и окружающий мир». Поэтому каждый урок имеет свою тему. И получается мы рассуждаем, делимся своим опытом. Также проводятся игры, чтобы раскрыть наш потенциал. Также это более творческий. И как выпускники мы имеем большое давление и стресс вследствие предстоящих экзаменов. И получается урок самопознания – это некое одушно. Мы рисуем, смеемся, общаемся. Учиться там справляться с трессом, да? Справляться с трессом, да. Что для вас урок самопознания и насколько он для вас, возможно, будет профилирующим в жизни? Потому что очень много социологов, политологов, журналистов получаются, как раз-таки вовлекаясь и сферу интересов свою обозначая именно на уроках самопознания. Ну, как говорится, не позная себя, ты не сможешь познать мир. И вот мы каждый урок что-то делаем, какие-то рисуем рисунки или какие-то мотивационные письма для себя пишем, чтобы получше узнать этот мир, познать себя, какую-то духовную поднять, духовную мастерство поднять для себя, обрести. И мы должны каждого, вот эта Сара Атпасана Назарбаева, она, получается, сделала этот урок для всей молодежи Казахстана, для нынешней, для будущей, для прошедшей, чтобы они могли познать себя и какое-то найти место в жизни. Потому что каждый человек всегда задает себе вопросом, кто я, для чего я был создан, для чего и какое мое существование в этом мире. И вот с помощью этого предмета человек может найти ответы легко, ответы на свои вопросы. Какие события, какие мероприятия будут особенно красочными и интересными, на Ваш взгляд? Это, безусловно, помощь семьям, которые нуждаются в дополнительной помощи. Например, на прошлой неделе мы посетили одну из таких семей и помогли всем, что могли, гуманитарную помощь, может быть, и вот, благотворительность детям. А также у нас есть хорный, духовой оркестр. Это первый и единственный духовой оркестр в школе, который имеется. И, получается, мы будем нести концерты. В нем участвуют младшеклассники, школьники младших классов, ученики. Ну, у нас каждая программа по-своему уникальная. У нас, как я говорил ранее, каждый ученик у нас ударенный. И делает какие-то необычные вещи для своего зрителя, для тех, кто наблюдает. И каждая программа, она по-своему хороша. Кто-то для себя что-то найдет действительно интересное. Вот какие тезисы вы лично для себя извлекли при подготовке к этому дикатнику? И какие хотели бы результаты увидеть у тех, кто будет участвовать в этих мероприятиях, кто действительно должен, по вашим ощущениям, по вашим планам, проникнуться идеей Саралпысовны? Я думаю, должны все ученики, и младших классов, и старших, так как, я думаю, самопознание – это универсальный предмет. Но также я бы сказала, что и родители не остаются в стороне, так как будет и лекция о роли родителей в воспитании. И также учителя тоже пройдут дополнительную лекцию о том, как воспитывать современного человека. Вот мы должны сказать спасибо Саре Алпысовне за такую возможность познать себя, за такой урок самопознания, потому что, как я говорил ранее, это очень большое, ну как большое, оно вносит огромный вклад для развития маленького ребенка, подрастающего поколения. Оно возрождает в нем и воспитывает нравственно-духовные качества, такие как настоящая дружба, любовь к ближнему, а также ответственность за свое будущее и вклад в всеобщее развитие страны. Вам, дорогие наши юные дарования, желаем удачного проведения всех мероприятий. Действительно, очень хочется, чтобы отклик в душе каждого ребенка, каждого родителя, кто будет участвовать, получился. И действительно, счастье, радость, любовь и процветание пришло в нашу страну и в наше будущее поколение, в том числе благодаря таким мероприятиям, благодаря таким очаровательным юным ребятам. Вам всего доброго, приходите еще в гости, так держать. Я напоминаю, что сегодня в программе «Разбудильник» были ученики специализированной школы-интернат имени Ибрая Алтонсарина, Серикбай Мирей и Мустафаев Нурлыбек. Говорили мы сегодня с ними о декаднике самопознания, педагогика, любви и творчества. Мы сейчас уходим на небольшую музыкальную паузу, во время которой, думаю, вы, дорогие телезрители, будете завтракать. Ну и мы с нашими гостями попьем чаю и отведаем наивкуснейший торт ореховый от торговой марки «Добрый пекарь». Напомню, что этот торт разнообразит ваше чаепитие, приятно удивит своим вкусом и сочетанием мягких коржей с изысканным ореховым кремом. В продаже во всех супермаркетах области по доступной цене. Оставайтесь с нами, программа «Разбудильник» не заканчивается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова